добрый вечер коллеги рада вас приветствовать поставьте пожалуйста плюсики если меня слышно очень хочу увидеть ваши плюсики слышно ли меня как звук звук все хорошо тише громче если хорошо напишите хорошо ну слышу вижу что слышно отлично сегодня мы с вами будем работать не просто обучаться будем именно прям работать сегодня у нас очень интересная тема я думаю для каждого очень важно из вас я не просто так поставила это видео перед нашим вебинаром именно брайан трейси очень хорошо и продуктивно рассказывает о том как ставить цели как продуктивно продвигаться и как это разбивать по планам я ему благодарна за это обучение потому что действительно меня к этому приучали мои наставники заварухина светлана и олег а теперь еще и дополнительно самообразование дает мне возможность понимать как нужно планировать итак сегодня наша те звук пропал перезагрузитесь пожалуйста это видимо у вас смотрите у всех звук пропал или нет если нет поставьте плюсики пожалуйста поставьте плюсики если у вас звук есть отлично итак сегодняшняя наша тема это планирование нового периода доведения до результата все вы знаете что осталось всего три дня уже получается 2 до закрытия периода и очень часто многие закрывают период но не просматривать что их может ожидать следующем я рекомендую все таки уже сейчас просматривать что происходит в ваших структурах ваших показателях завершать этот период и понимать куда вы можете двинуться дальше итак двигаемся с вами и смотрим следующий слайд прежде чем я вам начну рассказывать как планировать следующий период и делиться с вами опытом я хотела бы ваше внимание обратить на то что многие путают потому что есть несколько видов планирования это стратегическое планирование есть тактическое планирование и есть оперативное планирование что такое стратегическое планирование это видение будущего это знаете когда вы вперед на несколько простите на некоторое время вперед на вперед на несколько месяцев или на несколько годов прописываете стратегию своего роста движения куда вы хотите прийти какие будут у вас квалификации что вы сможете приобрести на те чеки которые вы получите что какие проблемы какие задачи вы сможете решить это стратегия вот очень часто многие говорят я не буду писать потому что какой толк не поверите точно так же я говорила и это непридуманная фраза светлане заварухина когда она говорила напиши я горела да чё толку она грела напиши я говорила да что толку и у меня всегда была проблема со стратегией потому что я хотела много а писать боялась это много сейчас проблем таких нет я прописываю стратегию на год на два на три для того чтобы видеть куда я иду и понимать зачем я туда иду потому что помимо того что вы прописываете свои квалификации вы еще и прописываете свои цели то что вы сможете впоследствии для себя приобрести потому что как бы мы не как бы мы не хотели простите пожалуйста как бы мы не хотели мы работаем все-таки за денежный эквивалент и мы все-таки хотим чтобы мы могли реализовать свои планы что такое тактическое планирование это когда вы прописываете каждый период или например по периодам на полгода или на год по шаговые действия по дням по неделям когда вы пишете в какой из периодов вы растете на какую квалификацию или какой групповой объем у вас будет например меня очень воодушевил пример светлана устратовая когда она написала что в прошлом периоде у нее было более 50 тысяч баллов групповой объем я очень счастлива но меня это прям воодушевил я подумала я тоже хочу и я для своей структуры для своей команды для себя лично прописала такой себе план 50 тысяч баллов до конца этого года я понимаю что это с одной стороны стратегический план а с другой стороны это уже наложенная на мою структуру на моих лидеров на тех людей которые со мной вместе двигаются вперед и вот когда вы прописываете тактическое планирование вы уже накладываете на те показатели или на то что у вас уже есть и вы видите на самом ли деле это может произойти или нет вот тактический план обычно прописывается знаете как он увеличивается в несколько раз он действительно должен быть больше чем вы хотите потому что если вы будете писать меньше то я бы сказала что вам лень и вам некуда идти если вы пишете больше то всегда себя будете подгонять поэтому когда прописываете тактическое планирование обязательно продумывайте это оперативное оперативное планирование это быстрое реагирование на знаете как на фактические показатели то есть прошел период и у вас хлоп вы видите что вы не выполняете тот план который планировали поэтому здесь вы действительно оперативно реагируете и оперативно что-то видоизменяете и ваш план может поменяться он не то что станет другим просто именно чтобы догнать те показатели которые должны были быть у вас вы оперативно видоизменяете давайте посмотрим дальше стратегическое планирование это я вам сказала это по сути по своей бизнес план это по сути своей знаете как проект развития ваш личный или проект развития вашей структуры или проект развития вашей жизни то есть это своего рода бизнес план по которому вы действуете, двигаетесь и постоянно держите на него фокус, это тот фокус, на который вы идете, если у вас этого нету, то получается вы каждый период просто-напросто, в начале, знаете, как я заметила, некоторые, бывает такая ситуация, период закончился, фух, я сделала, и какое-то время люди отдыхают, потом в конечном итоге начинают понимать, что время-то идет, они начинают пробовать делать какие-то действия, но время упущено, и они начинают догонять, и получается, что под конец периода, третья неделя, очень часто у многих, и не только у вас, но и в моей структуре есть, это, знаете, как, наращивание в 10 раз оборотов и удвоение оборотов в 2, в 3, в 5 раз, потому что люди понимают, а-а-а, если я сейчас не сделаю, то это будет катастрофа, вот когда у вас прописан стратегический план, то вы всегда держите фокус, и вы понимаете, что если вы не будете это делать регулярно, если вы не будете следовать самому плану, то того результата, который вы хотели, никогда вы не добьетесь. Еще немножко посмотрим на стратегическое планирование. Я хотела здесь что-то написать, потом решила вам выставить эту картинку, потому что на самом деле она очень реально и четко показывает, что такое стратегия. Это у вас есть какие-то определенные задачи, цели, вы их располагаете на каком-то определенном листе, Если у вас есть возможность, например, расклеить какой-то девушке на стене, например, мои сыновья сделали потрясающую себе доску на всю стену, специально заказали, и у них вся доска 4 метра, и они там рисуют на ней, они приклеивают, они прописывают стратегию, штурмуют, и у них прописано это все пошагово. То есть до какого времени, как нужно сделать, какие показатели, как говорится, сколько вешать в граммах. Если у вас такой возможности нету, то рекомендую взять старые обои, потрясающий материал, перевернуть обратной стороной и просто прописать стратегию развития вашей структуры. То есть, предположим, вы хотите квалификацию не просто бриллиантового директора, простите, я отключу телефон, потому что человек не понимает. Вы не просто делаете, знаете как, вы не просто делаете, например, бриллиантового директора, возможно, вы пишете квалификацию старшего национального, или вы прописываете квалификацию бизнес-партнера или генерального партнера, и тогда вы, когда разрисовываете, вы понимаете, какие должны быть у вас структуры, какие должны быть лидеры, и тогда вы, исходя из этого плана, уже возвращаетесь обратно. Точно так же происходило со мной, но я прописывала кое-что другое. Когда я забыла у нас какое-то мероприятие, не помню уже, потому что посетила очень много, Светлана Зварухина нам давала тему там, и была одна тема такая, пропишите проект развития. Я говорю, да что мне его писать, если мне не хватает денег? Ну, не хватает мне. У меня квалификация, у меня тогда было 8 тысяч баллов, а я получала всего 3 тысячи. Ничего страшного. Я получала всего 3 тысячи рублей от 8 тысяч баллов. Я не понимала, что происходит. И тогда Светлана предложила шикарную идею. Напишите ту сумму денег, которую ты хочешь зарабатывать через какое-то время. И исходя из этой суммы, я начала расписывать свою структуру. И тогда я поняла, почему я зарабатываю мало. Потому что объем личной группы у меня был всего лишь мой личный объем 100 баллов. Все остальное это были мои лидеры. Все остальное это были мои директора. Поэтому обязательно порисуйте. Я это называю порисовать. Потому что это может вам дать видение того, как грамотно выстроить свою структуру, как грамотно расположить людей и как грамотно делать так, чтобы у вас и чек был высокий, и квалификации у вас росли. И чтобы вы действительно были постоянно в тренде и не боялись за то, что вы не подтвердите свою квалификацию или не найдете новых лидеров. Теперь техническое планирование. Оно всегда делается, знаете как, не вами лично. А техническое планирование вначале делается вами лично. Потом мы поговорим, как это делается. Потом вы, конечно же, соединяетесь со своими людьми. И очень прекрасный момент, если вы с ними вместе планируете. Потому что одно дело, вы о них думаете, что они могут это сделать. Другое дело, они могут так не думать. Они могут думать или больше, чем думаете вы, или меньше, чем думаете вы. И вот это играет роль очень часто, потому что вы написали, не связались, предложили, а человек не сделал. Поэтому техническое планирование обязательно нужно проговаривать с лидерами и расписывать. Как можно делать техническое планирование? На каких показателях? Во-первых, у каждого из нас есть потрясающие отчеты в личном кабинете. Есть отчеты, итоговые показатели. Вот обратите внимание, слева вы видите раздел отчеты, и там нужно поставить галочку, включить неактивных консультантов, поставить галочку. И если у вас есть директора, то поставить галочку, убрать галочку, показывать только свою структуру. Тогда у вас выгрузится распечатка всех показателей по предыдущему периоду, кто сделал какой объем, кто не сделал какой объем и все остальное. Вы сможете очень легко эту распечатку распечатать. Многие ее делают просто в экселевском формате, то есть выгружают. Многие работают в экселевском формате. Если вам неудобно, то я рекомендую распечатать, потому что делала это так я. Когда вы на этом листочке, на этих распечатках рисуете, вписываете, то вам легче ориентироваться. У вас это всегда под руками, у вас всегда это перед глазами, не всегда бывает компьютер с собой. А листы эти рекомендую брать с собой, когда вы общаетесь с вашими людьми. Итак, раздел отчеты, показатели, итоговые. Обязательно с ними начните работать. Оперативное планирование. Оперативное планирование показало картинку, что это действительно показатель времени, это действительно работа с вашими консультантами, это действительно самообразование. Вот четко поставила самообразование, потому что в нашей компании, в нашем личном кабинете огромное количество информации, которая вам в помощь, огромное количество. Точно так же я знаю, что у многих, не у всех, но у многих директоров есть свои сайты или есть свои обучающие программы. И точно так же у нас есть вот эта общая обучающая программа, вебинары, которые в помощь нам. И вот когда вы садитесь на оперативное планирование, я рекомендую его делать уже в пятницу, потому что по пятнице вы можете увидеть, идете вы по плану или нет. И у вас остается суббота и воскресенье для того, чтобы догнать свой план, чтобы не было потом удвоения ваших действий, а вы четко шли по плану, делали так, как надо, и никому не трепали нервы, себе тоже так же не трепали нервы и спокойненько двигались. И уже тогда будет вам гораздо проще. Коллеги, всем понятно, что в пятницу мы начинаем проверять показатели, а в субботу и воскресенье мы с ними работаем. Если да, поставьте плюсики, пожалуйста. Всем понятно или нет? Какие показатели нам в помощь здесь? Рекомендую обязательно открывать распечатку. Это также в разделе отчетов. Оплаченные и неоплаченные заказы. Потрясающий вообще инструмент. Есть еще текущие показатели, вы видите внизу. Но вот этот инструмент показывает вам четко по личным объемам, какие заказы оплачены, какие не оплачены у каждого консультанта. И точно так же вы достаете уже текущие показатели. Там вы увидите, на какие групповые объемы вышел человек, а на какие не вышел. И соответственно вы можете уже сравнить, сколько у него по его структуре не оплачено. И соответственно вы понимаете, что человек уже может оплатить до конца недели. И тогда и он будет идти по плану, и вы будете идти по плану, и у вас будут прекрасные моменты. Давайте будем двигаться дальше, чтобы вам было легче. Итак, переходим к планированию. Важные этапы планирования. Рекомендую взять обязательно листочек и ручку. Это видео будет в записи, но в любом случае я рекомендую делать для себя пометочки. Если у вас есть рядом калькулятор, возьмите. Потому что может быть вы начнете уже сразу же просчитывать какие-то свои показатели для понимания. Итак, схема планирования. Я набросала самые важные показатели, по которым необходимо работать. Смотрите, первый. Это анализ показателей за прошлый период. То, о чем я вам говорила. Когда вы его анализируете, вот сейчас 15-й закончится, и вы по этому периоде начнете планировать следующий период. Почему рекомендую брать предыдущий? Потому что, возможно, у вас прописан стратегический план, но, возможно, по этому стратегическому плану вы не прошли. И вы понимаете, что если вы не прошли, значит, нужно что-то подкорректировать. Подкорректировать в своих действиях, подкорректировать, знаете, как в показателях. Ну и вот именно вот эти факторы вам очень хорошо помогут. Итак, анализ показателей за прошлый период берете. Прямо на нем, на этих распечатках пишите. Анализ по личному объему. Да что же это такое? Подождите секунду. Людмила, я не могу говорить, у меня вебинар, поэтому я вас сбрасываю. Я перезвоню вам. Хорошо? Угу. Человек не на вебинаре, человек хочет заказ сделать. Итак, смотрите. Вы берете показатели до 50, более 50 и более 100. Это личные объемы, кто сделал из ваших людей. Смотрите. Все видят вот здесь заметки, которые слева под моей фотографией. Если да, поставьте плюсики. Видите заметки? И мы пишем до 50. Видно? Отлично. Смотрите. До 50. Там бывают, знаете, как маленькие показатели. 8 баллов, 10, 15, 20. И вот вы исходите из того момента. Смотрите. Предположим, у вас человек, предположим, сделал всего лишь 8 баллов. Ух ты. Не там пишет. Не там пишет. Сейчас попробую. 8 баллов. Он сделал 8. Как вы думаете, сколько баллов можно ему добавить? Как вы думаете, ему нужно прибавить именно баллы? Как вы думаете, если человек делает 8 баллов, на сколько точно баллов он может выйти? На 42? Ух, не каждый. Почему 42? Я же растерялась. Конечно, до 15. 15-20 баллов. Вы можете смотреть. Да, 15-20. Благодарю вас. Смотрите. Но вы планируете 15, пишете, но ему говорите, ему вы говорите 25. Почему? Потому что здесь вы объявляете ему промоушен. Поэтому, если он сделает обязательно 25, он получит от вас какой-то подарок. Если он не сделает 25, он будет к этому идти, и, соответственно, 15 баллов он однозначно сделает. Предположим, человек делает 25 баллов. Пишите, пожалуйста, как вы думаете, сколько ему можно назначить? Как вы думаете? Коллеги, если он 25, правильно, благодарю. Ему можно назначить 50 баллов, но здесь вы еще ему рассказываете преимущество делания именно 100 баллов. Именно вип-программы преимущество 100 баллов. Хотя вы ему планируете и показываете, чтобы он сделал 50. Теперь давайте перейдем более 50. Если человек делает, консультант, более 50 баллов, как вы думаете, сколько ему можно действительно назначить? 100, хорошо, но это максимально. Смотрите, правильно, спасибо вам большое. Вот здесь вот, да, правильно. Вот здесь вот, если он делает 50, тогда вы ему подсказываете или 60, или 80 баллов. Что-то усредненное. И объявляете также ему промоушен. Что если ты сделаешь вот такой-то, такой-то объем, от меня получишь что-то, то-то. У каждого он может быть свой. Если человек делает вот 60 или 70, вот тогда действительно мы его ведем к 100. Но каждому, кто делает 50, мы рассказываем преимущество 100 баллов. Если человек делает более 100 баллов, как вы думаете, на сколько можно его вывести? Кто этот человек? Конечно. И даже не просто 150. Смотрите. Если человек делает 100 баллов, или он очень хорошо потребляет продукт сам, но вероятнее всего он продает. И здесь ему нужно написать, показать преимущество 150 и показать 600. Тогда он будет видеть, что он может сделать 200, 300 баллов, 400. Вы показываете, сколько он может заработать с продаж. И точно так же вы ему показываете, сколько он может заработать именно объемную скидку за свой личный объем. И именно преимущество 150, что дополнительные 10%. Поэтому, когда вы пишете, вы смотрите на тот показатель, который сделал человек. После этого вы прибавляете, немножечко добавляете, и тогда легче вам будет двигаться. Итак, если понятно, я это стираю, вам начинаем и другое делать. Смотрите, какой момент. Следующий показатель – это анализ по групповым объемам. Естественно, проценты по маркетинг-плану. Если процент, предположим, на 3% человек вышел, сколько ему можно предложить сделать объем групповой? Напишите мне, пожалуйста. Как вы думаете? Это не значит, что он сделает. Вы с ним будете беседовать и расписывать планы. Конечно. Если 3%, это значит, что у него или 100, или чуть больше. Поэтому вы ему предлагаете сделать следующую планочку 200 баллов. И это получается как раз 6%. Если, предположим, человек делает 250 баллов, как вы думаете, сколько ему можно предложить? Напишите мне, пожалуйста, если 250. Да, конечно, ему можно предложить 600 баллов. Но, честно скажу, что по собственному опыту не все могут от 250 на 600 сразу перейти. Поэтому иногда я предлагаю не увеличить процент, а иногда я предлагаю. Вот смотри, ты сделал 250. Давай попробуем сделать 450 баллов. Получается, ты уже постепенно подойдешь к 600, и уже в следующем периоде ты сможешь сделать не 600, а 700 или 800. Понятно, про что говорю? Если понятно, поставьте плюсики, пожалуйста. Коллеги, понятно? Отлично. Благодарю. Итак, здесь я это оставляю, здесь убираю эти показатели, если вам понятно. Следующий показатель. Это вы записываете. Вначале вы пишете по личным объемам, потом смотрите по групповым и вот по групповым добавляете. На листочке. Просто пишите сами вначале. Думайте сами, как вы считаете. Дальше момент. Вы смотрите, анализируете по объемной скидке. Там, конечно, показателей объемной скидки ваших лидеров не будет. Но вы легко можете посчитать приблизительно, сколько он получает. И вы можете предложить ему другой доход, соответственно, на других процентах, то есть по маркетинг-плану. Но важно здесь, какой анализ я делаю. Я смотрю, сколько количество за период, количество за период людей, которые получают объемную скидку. Количество. Второе. Что я делаю? Я смотрю, прирост есть или нету по отношению к прошлому периоду, по отношению к прошлому году. Именно количественно. Потом я уже разбиваю трех процентников. Сколько было, сколько стало. Понятно? Потом шести процентников. Сколько было, сколько стало. Даже, знаете, как не по фамилиям смотрю, а именно смотрю по количественно. Потому что если вы правильно планируете, если вы правильно это делаете, то у вас каждый период будут увеличиваться проценты, но уменьшаться количество людей, которые на других процентах. Знаете, как я анализирую по своей структуре. У меня очень шикарный анализ произошел. В начале у нас было огромное количество трех процентников и шести процентников. Но зато тех, кто был 15 или 19, один или два. Девяти процентников было немного. Потом через какое-то время получилось, что трех процентники уменьшились, увеличились шести и девяти. Потом через какое-то время увеличились девяти и двенадцати и пятнадцати процентники. и уменьшилась в трехпроцентнике, тогда я понимаю, рост по квалификациям идет в структуре, но я упускаю тех людей, которых можно вывести на 3%. И здесь вы тоже можете стратегически спланировать, как у вас будет выстраиваться каждый период, и тогда однозначно у вас будут вырастать директора, и однозначно ваш чек, объемная скидка помимо директоров будет ваш расти. Итак, точно так же анализ по новым консультантам. Обязательно вы смотрите количество всех, кто пришел по всей структуре и вами лично приглашенных, потом количество, кто сделал с закупкой, вы это точно увидите по показателям, и есть ли прирост. Вот какой прирост подразумевается? Во-первых, я делаю прирост по количеству новичков, и я вижу в процентном соотношении по отношению к прошлому году. У нас, например, в прошлом периоде мы посчитали, у нас прирост по тому, как в прошлом году было в этом же периоде, и в этом у нас плюс 220% происходит. То есть у нас каждый период добавляется количество новичков. Но прирост, например, по закупкам в одной структуре больше, а в другой меньше. И я тогда понимаю, в чем причина, значит, что-то недорабатывает этот человек. И так далее. И вот здесь вы количественно с закупкой, и происходит ли прирост. А еще здесь можно смотреть, новички делают заказы только по стартовой программе, или действительно вы им правильно преподнесли другие программы, которые 50 баллов, VIP-программы и многое другое. Здесь тоже сразу же идут показатели, грамотно ли вы с ними работаете, и все ли вы им доводите до сведения, и знают ли они о таких преимуществах. Потому что, конечно же, есть те, которые будут только по стартовой идти. Но у вас всегда должны увеличиваться личные объемы ваших новичков. Тогда действительно стратегически вы начнете расти. Следующий пункт – это выявление активных консультантов. Вам необходимо выявить активных консультантов. Обычно это делается по трем или шести периодам. Сейчас я это сотру, вам напишу, чтобы вам было легче. Берете 3-6 периодов, и по этим показателям смотрите каждого человека, который у вас активен. Смотрите, каждый ли он период делает заказы. Регулярно ли, одинаково ли, или, может быть, он где-то с перерывами. То есть, например, не брал, не брал, потом раз на 150. Посмотрите эти показатели. Потому что процент активности, он дает результат как понимание. Но понимание именно внутри вашей структуры не дает. Именно эти активные консультанты в свое время, когда у меня директор свалился, первый, который у меня был директор, свалился до 200 баллов. И я поняла, что или я вообще всех потеряю, или я могу кого-то подтянуть. Вот в тот момент я нашла активных консультантов, проанализированных за 3-6 периодов. Ну, тогда было 3-6 месяцев. И из них родилась Дарья Титова. Из них вот трое человек, с которыми я начала работать. И именно осталось Дарья Титова, которая сейчас старший директор, которая действительно очень стабильно растущий директор, очень грамотный, очень профессиональный. Вот это оттуда. И точно так же у вас могут появиться люди, может быть, вы недавно работаете, и вам очень важно их не упустить. Вот выявите активных консультантов, потому что эти люди будут потенциальными вашими партнерами, с которыми вы вместе будете расти. Следующий момент. Выявление неактивных консультантов. Есть два показателя неактивности. Сейчас я вам напишу. Один показатель неактивности – это на удаление. На удаление они светятся красным. И есть второй показатель – это УД, называется, 3. Это новички, которые не сделали ни одного заказа. И есть неактивные, которые просто, я называю их, спящие. То есть, возможно, у них какая-то ситуация жизненная. Возможно, они просто хорошо закупились в предыдущем периоде. Вот это тоже нужно проанализировать. И если вы грамотно проанализируете, то вы всегда будете знать, на кого вы можете рассчитывать. И вы всегда сможете эти показатели подтянуть. И именно удаленные консультанты, спящие – это те люди, это тот благодарный, как говорится, знаете как, благодарный контингент, что ли, я скажу. Это те консультанты, которым вы поможете, которых вы направите, которые… Знаете как, недавно столкнулась с ситуацией, позвонила новичку, который не делал 3 периода подряд заказов. Я ей позвонила и говорю, вы знаете, я что-то не пойму. Вот вас могут сейчас удалить, очень жалко будет. Вы же теряете очень много и скидку, и многое другое. А она мне говорит, а мне еще не пришел ни код подтверждения, ни пароли. Я даже не знаю, как зайти. И таких ситуаций огромное количество. То есть, если вы не нашли возможность коммуницирования с каждым новичком, то вы можете потерять очень многих только просто по своей глупости. А мы ее активировали, человек уже на сегодняшнее число сделал 50 баллов, сказал спасибо вам огромное, я вообще пришла работать. И этот консультант был не в моей первой линии, а в глубине у моего лидера. И я просто вам говорю, что очень часто я делаю выборочные прозвоны по консультантам своих лидеров, и это мне помогает и с лидером грамотно работать, и в то же время новичку помочь. И я уже понимаю, что происходит в моей структуре. Если это понятно, поставьте плюсики, я перейду к следующему этапу. Понятно? Нет, коллеги, поставьте плюсики. Тут такая тишина. Отлично. Ну вот я уже вам сказала, что выявление на удаление новых консультантов и консультантов. Обязательно с этим списком тоже всегда работайте. Выявление лидерского корпуса. Это вот вам нужно посмотреть, кто действительно всегда в активной позиции, кто делает всегда личный объем более 50 баллов, и кто действительно рекрутирует. Это как раз лидерский корпус. Возможно, они не вышли на объемы, но это те люди, которых нужно привлечь, поговорить, пообщаться и предложить варианты. И тогда действительно этот человек может стартануть и начать очень серьезно строить бизнес. В этом периоде я столкнулась с этой ситуацией полгода. В моей структуре был человек, она делала личный объем, мы с ней общались. Ну как общались, переписывались, но личного контакта такого большого не было. После одного ее вопроса я задала ей особенный вопрос. И думаю, что, ну я предполагаю, что в следующем периоде или через период она уже откроет квалификацию директора. Потому что мы открываем уже под нее офис, она уже привлекла определенных людей. И оказалось, что это очень крупный и потрясающий человек и лидер, который может сделать очень многое. Но моя недоглядность могла упустить этого человека. Поэтому прошерстите, вот скажу таким словом, свою структуру. Вы можете ошибаться, и там у вас есть мощные лидеры. И выявление потенциальных лидеров. Это то, что я вам говорила от трех до шести периодов, как я тогда выявила Дарью. Давайте перейдем к следующему слайду. Время уже ай-яй-яй. Ух! Первое. Обязательно вы знаете все эту, вот этот круг успеха. Все знают. Я думаю, сомневаюсь, что кто-то не знает. Начинается все с анализа. С анализа своей деятельности, с анализа показателей. И только после этого ставится новая цель. Только после этого составляется бизнес-план. Только после этого прописываются действия. И только после этого вы смотрите на результаты и заново анализируете. И уже планирование делаете. Или оперативное. Или планирование периодическое. То есть вы уже смотрите. И этот круг успеха подходит для всех трех планирований. Давайте посмотрим дальше. Очень важно создать базовую деятельность первого этапа. Это отбор партнеров. Потому что если у вас не будет партнеров в вашей структуре, то вот сейчас сезонность хорошая. И в Новый год вы можете взлететь. Но январь наступит спящий. И вы можете просто элементарно точно так же свалиться. Поэтому обязательно найдите партнеров, которые вместе с вами будут идти по этим этапам. И вместе с вами будут мотивировать и строить свои структуры. Это один из приоритетов должно быть в вашей деятельности. Два этапа есть. Первый шаг. Это составление списка знакомых. То есть вам нужно найти среди самых-самых своих близких, самых таких, как вы, которые больше всего желают, как минимум шесть человек. Можно и больше. Это будет ваша команда, с которой вместе вы будете двигаться. Если у вас команды нету, то обязательно пройдитесь по спискам своих знакомых. Многие говорят, не буду к знакомым идти. Ну и зря. К ним, значит, придут другие. Потом не кусайте локти, что вы это не сделали. Потому что это реальный шаг к тем людям, с которыми вы вместе можете достичь больших результатов. Особенно для тех новичков, которые пришли сейчас, с 14-го периода, и приведут тех людей, которые до 1-го января, все эти люди могут включиться в быстрый старт, который просто нереальный компания создала. Я не буду о нем говорить. Спросите своих наставников, своих директоров. Но это двойные бонусы любой квалификации. И вы сейчас можете своих знакомых приглашать не просто в Фаберлик пользоваться, а именно на эту позицию. Именно на быстрый старт. Именно на серьезный бизнес. И на высокие деньги. И второй этап, который, это именно составление списка партнеров из ваших консультантов. Я еще раз повторюсь. Наберите не менее 60 основных сейчас по итогам. На миллион за полгода. Дарья, мы посчитали, если сделать бриллианта за 9 периодов, ну как, в 2 раза подтвердить, и потом за 8 месяцев выходит 3 миллиона. Вместе все вместе взятое. 3 миллиона. Поэтому, добро пожаловать, приглашайте людей на миллион, на 3 миллиона. Пусть приходят. Смотрите. Вы находите 6-10 основных сейчас. Кто регулярно делает заказы, кто рекрутирует структуру, кто всегда в активной позиции, и кто теребит вас и задает вопросы, кто больше всех вам задает вопросов, это как раз те потенциальные партнеры, которых вы можете привлечь. Меня так привели. 2,5 года я была потребителем, делала от случая к случаю. Меня поймали нам, знаете, так. Хочешь денег? Хочу. Хочешь сколько? Говорю, хочу 10. А в то время получала полторы. Они говорят, тогда давай работать. И меня вот так вот, мой наставник Вера Борисовна подтянула на интерес. И спасибо ей огромное, теперь я двигаюсь и расту. Это два списка, которые вам дадут особые показатели. Если вы будете просто руководить, руками водить, а они будут делать, то вы все равно прирастете на 20%. Это я беру не от головы. Это было на форуме сказано нашим замечательным президентом компании Алексеем Геннадьевичем Нечаем. Он сказал, те, кто ленивые, ничего делать не будут, в следующем году прирастут по-любому на 20%. Те, которые включатся в активную позицию, вырастут как минимум на 65%. Это когда вы будете управлять показателями, создавать, знаете как, организовывать процессы продаж в своей структуре, организовывать процессы рекрутинга в своей структуре, организовывать процессы обучения в своей структуре. Тогда вы однозначно в следующем периоде прирастете. Это как минимум на 65%. Я думаю, что там будет намного больше. Если вы решите просто быть ленивым, ну, прирастете на 20%. Это ваше право. Потому что только руками водить и не сопровождать не дает большого результата. Итак, давайте посмотрим дальше. Соберите их всех вместе, вот этих партнеров. Именно партнеров первых. Почему нужно начать с них планирование? Потому что важно, важно, чтобы каждый из них действительно согласился с вашим планом. Это раз. Второе. Каждый из них должен прописать свой план. И с каждым вы прописываете стратегию его роста. И тогда у вас высвобождаются руки. То есть вы делегируете большую часть работы. Я прям напишу это слово. Ой, простите, коллеги. Напишу это слово. Делегируете. Делегируете. Запомните это слово. Вы делегируете большую часть работы для себя. Потому что ваши лидеры увидят свои цели. Увидят то, куда они хотят идти. И вам нужно будет только лишь их поддерживать, подсказывать и направлять. Хвалить и помогать. Тогда они на самом деле начнут расти. А вам вы займетесь теми маленькими, которые еще не партнеры, которых нужно постепенно выводить на 3-6% или на личный объем. И вы будете вместе с ними организовывать различные мероприятия или обучающие программы. Итак, я еще раз повторю. Мы об этом говорили. Но я еще раз повторю. Распишите прирост по остальным. По нулевикам. Что нужно сделать? 1. Позвонить им или встретиться. Расскажите все преимущества акции от компании. 2. Объявить им промоушен на сумму заказа от себя. То есть в зависимости от того, сколько вы им назначите, вы уже регулируете, что вы готовы им подарить. По тем, кто до 50. Также позвонить или встретиться. 3. Расскажите все преимущества от 100 баллов и о процентах по маркетинг-плану. 4. Объявите им промоушен по приросту от их объемов, которые у них были. 5. По новым консультантам. 5. Позвонить или встретиться. Еще раз повторяю. Пусть запомните это раз и навсегда. Позвонить или встретиться. Это должно быть ключевым. Об этом говорила Марья Мумарова. Это делают каждый из наших крупных лидеров. И действительно это дает высокие показатели. Прозваниваете, встречаетесь, значит показатели есть. Не прозваниваете, не встречаетесь, показатели маленькие. Еще раз познакомьтесь поближе, чего хотят, спросите. Потому что, может быть, человек хочет пользоваться, этот потребитель, человек может делать вам 100 баллов. А может он хочет работать, а вы об этом даже не знаете. Это тот пример, о котором я вам сегодня рассказывала. Расскажите все преимущества, исходя из их потребностей, из их, чего они хотят, от ничего хотите вы. И когда вы, исходя из их потребностей, пропишите им план действий, человек начнет сам делать. То есть вы часть работы делегируете этому человеку на чувстве доверия. И человек начнет двигаться по этому плану. Включите их в мотивационные программы на прирост их показателей и их активности. Потому что, на самом деле, отследите, включились ли они. Потому что VIP-программа очень важна, стартовая программа очень важна, быстрый старт очень важен. Отслеживайте эти показатели и именно включите. Потому что одно дело поговорить, другое дело включиться и включить их. Будьте всегда в режиме онлайн. Что значит быть всегда в режиме онлайн? Вы должны быть доступны. Даже если вы заняты, человек должен понимать, что вы заняты. Я многих своих консультантов предупредила. Я говорю, знаете, у меня, говорю, вы не обижайтесь, если я не возьму трубку. Я обязательно вам перезвоню. У меня нету страха. Я поставила себе безлимитный тариф. Я звоню за день и Белоруссии, и Украине. И экстренные какие-то вопросы я обязательно прозваниваю. Будьте всегда в режиме онлайн, скайп-чат, вайбер-чат, ватсап-чат, контакт и многое-многое другое. Уделяйте время каждому. Это не значит, что вы с каждым должны говорить. Объедините их в общий скайп-чат. Пусть все друг другу помогают. У нас прекрасное командное взаимодействие. И когда кто-то из новичков приходит, и кто есть в чате, он обязательно им поможет. Но ни разу не видела, чтобы кто-то кому-то не помог. Все стараются действительно помочь, потому что они понимают, их не будет в скайп-чате, значит, их консультантам поможет кто-то другой. Поэтому уделяйте время каждому. Если даже вам написало огромное количество людей, обязательно каждому ответьте через какое-то время. Или объедините в общий масштаб их, или в общие какие-то вопросы и ответы. Подумайте об этом, как вам будет это удобно сделать. Подведите итог вашего плана. На распечатке каждому пропишите прирост по баллам и личный, и групповой. Всегда добавляйте чуть больше, чем было. Подсчитайте и того, сколько получилось. Вот после того, как вы на распечатке все это сделаете, подведите итог. И сравните со своими планами и целями. То есть, например, вы поставили планку директор, а по вашему, тому, что вы написали, у вас получается меньше. Значит, вы должны понять, через что вы можете увеличить это. Если получается у вас больше, чем вы запланировали, запланировали 3000. А у вас, например, по вашему написанному получается 4-5, прекрасно. Значит, у вас есть фора, и вы понимаете, что если кто-то не сработает, сработают другие показатели. Если меньше, просмотрите, за счет каких показателей вы можете увеличить свои объемы. Может быть, вы лидером слишком маленькую планку поставили. Может, недостаточное количество новичков прописали, и нужно написать большее количество и себе, и вашим лидерам. Может быть, вы личный объем свой слишком маленький какой-то написали. Потому что я знаю, что многие делают только 50. Напишите себе 100, напишите какие-то свои дополнительные показатели. Ваша задача увеличить тот объем, к которому вы идете, хотя бы на 1000 или на 2000, чтобы он был больше, чтобы у вас был запас. Если все нормально, переходите к коммуникации с консультантами. Спросите, готовы ли они, потому что ваши показатели нужно сравнить с их показателями, с их целями. Готовы ли они пойти за вами и сделать то, что вы предлагаете им. Распишите бизнес-план с ними и действия с каждым из них на период, на каждую неделю, на каждый день. И уже только после этого переходите к действиям и контролю этих показателей. Сейчас следующий слайд. Анализируйте показатели каждый период, каждую неделю, в пятницу и каждый день. Это несложно. Просматривайте и смотрите, идете вы по этим данным или нет. Если план не совпадает с вашим фактом, что получилось, корректируйте и ускоряйтесь. Посмотрите, кто упускает, кто не идет по плану. Соединитесь с этим человеком, спросите, может быть, ему нужна помощь, может быть, у него форс-мажорные обстоятельства. Мало ли бывает, в больницу попал, может быть, у него что-то не получается, ему нужна поддержка, может быть, какой-то тренинг совместного действия. Обязательно регулируйте это. Тогда вам будет очень легко работать. Тогда вы научите своих консультантов работать один в один с вами. И тогда вы будете всегда двигаться вперед. Именно вот здесь включается оперативное планирование, о котором я вам говорила до этого. И давайте подведем итог. План на период. Проанализируйте прошлый период. Поставьте цель прироста. Прозвоните людей, пропишите их цели. Пропишите рекрутинг на период. Некоторые стесняются что-либо спросить, как быть с ними. Это я отвечу потом, секундочку. Прозвоните людей, пропишите их цели. Пропишите рекрутинг на период для себя и для своих лидеров. Определите показатели на каждую неделю. Контролируйте показатели каждую пятницу. Прозванивайте тех, кто не идет по плану. Рекрутируйте сами. Передавайте свой опыт каждый день не менее одного нового консультанта. И давайте посмотрим следующий слайд. На вопрос, как преуспеть, Аристотель ответил. Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто сзади. В определенный момент в моей структуре созрел у меня план перейти в интернет. И тем людям, которые не захотели идти со мной вместе и от случая к случаю делали какие-то действия, я им сказала. Девочки, я вас очень люблю, но с вами или без вас я достигну высоких квалификаций. Поэтому я пошла. Если вы хотите, пойдемте со мной. Если нет, тогда мы с вами будем видеться только тогда, когда у меня будет свободное время. И сейчас со многими мы общаемся в свободное время, а со многими мы растем, потому что они захотели идти вместе со мной. Мы не поссорились, все прекрасно. Но именно рост в моей структуре произошел благодаря тому, что я просто пошла вперед и начала анализировать и расти. Некоторые стесняются что-либо спросить, как быть с этим. Что значит что-либо спросить? Скажите, пожалуйста, Анастасия. Позвонить человеку и спросить, чего вы хотите или что? Например, когда я звоню человеку, я говорю, здравствуйте, давайте с вами познакомимся. Я ваш высшестоящий наставник, зовут меня Курячая Татьяна. И у меня к вам один вопрос. Вы пришли работать или пользоваться? Человек мне говорит, я пришел пользоваться. Я говорю, прекрасно. Тогда давайте я вам подскажу, где вы можете взять информацию, какие есть преимущества, и я отвечу на ваши вопросы. Если человек говорит, да, я пришел пользоваться, а что можно работать? Значит, мы переходим на работу. Если человек сказал, я хочу работать, тогда мы уже с ним прописываем его бизнес-план по его движению. Понимаю, что с каждым не могу это сделать, понимаю, что не успеваю физически. Поэтому создали совместные чаты для помощи, для работы и многое другое. Коллеги, я вас задержала, простите, пожалуйста, но думаю, что я вам сегодня была полезна. Не пойму, кто предлагает или кому говорят? Настя, напишите, пожалуйста, вы имеете в виду, не понимают, что это бизнес, кому предлагают? Или многим? А, ну, знаете как, не идут на контакт. Поднимите руку вверх, махните, скажите, ну и хай с вами. Это они не хотят. А вы хотите. Не хотят они? Давайте просто берите тех, кто хочет. Вы с теми, кто хочет, можете достигнуть высочайших результатов. И я вам точно это говорю. Все зависит только от вас. Все, коллеги, спокойной ночи. Удачи вам. Закрытие шикарного периода. Радости в том, что вы достигли. И новых этапов, и новых достижений. В новом периоде начинается самое мощное время продаж. Самое мощное высоких квалификаций. Догоняйте тех, кто впереди. И не ждите тех, кто сзади. Правильно говоришь, Дарья. Все, до свидания. Удачи, успеха вам всем. Субтитры сделал DimaTorzok